В 2008 году Танья была запрещена главной фенологой Лондона, Гарден, район Гарден, ну как где Сады, то есть самый богатый район. Почему здесь по иудаизм под хабатниками? Пусть уберут хабатников, пусть сюда введут реформированный иудаизм, сделают нормальную передовую страну, присоединяют Израиль, я не против. Введут сюда опять все евреи. То есть возьмут партнерство? Да! Но ведут черту осервусти для евреев? Нет, пусть они избавятся от фашизма. Присоединяем? Ну пусть там в Украине. И заудаизм. Украину евреям отдаем? И запрет на человеческие предношения. Присоединяйтесь. Запрет на человеческие предношения и педофилия. И это Талмуд. Это к Ветхому Завету не имеет никакого отношения. Ветхому Завету написано прощать своих должников. Ну скажи, пожалуйста, ну подожди, ты как философ, я сейчас чуть брошу Жареного. Вот те катастрофы, несчастные случаи, теракты, которые проходят, 9-го говорят, что это планировщики. Производят некие сокральные ритуальные действия. То есть ты считаешь, что это Талмуда прописано? И это планировщики по Талмуду делают жертву отношения? Айн Рэнд. Есть такая писательница культовая, любимая писательница Грефа. Вот я бы только за это его пристрастие сняла бы с него штанишки, и его вот эту холеную зайцу выдрала бы розгами. Тут аудитория тебя поддерживает. Айн Рэнд написала культовый роман. Это его манифест Ротшильдов. То есть она вот женщина, русско-еврейка. Алиса Розенбаум. В 1922 году уехала из Советского Союза в семье мелких лавочников. 1922 или 1924? 1922. И она написала культовый роман. Манифест Ротшильдов называется «Атлант расправил плечи». Где она вот описала план Ротшильдов. Какой это план? Мы сейчас просто можем посмотреть и вот на меру как кинуть взглядом, как вот этот план осуществляется. Какой план? План заключается в том, чтобы порушить все национальные суверенитеты, все национальные валюты, все национальные экономики, устроить полный глобальный хаос. То есть, чтобы был терроризм на земле. Азан, войны, жуть просто. Вот то, что ИГИЛа – это варитин Ротшильда. Вот как бы ты почитаешь этот роман и посмотришь на ИГИЛ. И главарь ИГИЛа – Абу Бакр Аль-Багдаде, агент Масада Шимон Элиет. И вот все под ним. Вот это буквально в этом романе прописано. Причем она разрешает этим людям, которые делают вот эти ужасы, все пиратство, убийство, государственный терроризм. То есть, это манифест государственного терроризма. То есть, ИГИЛ – это не исламистская группировка. Это форма государственного терроризма 13-ти хазарских банкеров, которые являются на самом деле русскими по крови, ариями. То есть, у них патриархи и матриархи русские. То есть, это люди просто, ну, я бы сказать, ну, не совсем в своем уме, скажем так, заблудшие или не знаю. Я надеюсь просто, что меня просто послушают те же Массаты и просто осознают, что в следующей жизни реинкармируют макаками. Они хотят макаками реинкармируют? Нет, ну, вот такой прямой вопрос. Я думаю, макаками никто не... Этот вот кармит, да, разведчик этого, как-то он там, служба какая-то там, цухнутая, как она называется у них. Вот он, наверное, вот пусть лучше приедет в Россию, правильно, со своей семьей из Израиля, да? Сахнут или, да. Пусть он привезет всех, ну, евреев обратно. Пусть они откажутся от сашизма, правильно? И вернутся к нормальным своим корням. То есть, признают, что у них матриархи русские, патриархи у них арийский курт. Это же генетика. Они же не будут спорить против генетики, правильно? Генетику не переспоришь. Если они будут спорить с генетиком, они просто подпишутся в своем интеллектуальном дебилизме. Я думаю, Кадмия, он не дебил. Я думаю, в Сахнут, он там, они не дебилы. Пусть они в Россию приедут, признают, что они русские. Что они приобретились в едаизм. Только в 10 веке. Пусть они отвергнут фашизм, вот этот вот нацизм. Берн Лазара, это нацист. Они живут, хабатники, в Нью-Йорке, в гетто. Я знаю прекрасно, я прожила 21 год в Америке, я знаю, как они живут. Американцы их не признали. Они живут в Краунхайт, район Краунхайт. Они живут с неграми в гетто, где все засрано. Это полная блевотная помойка. Они живут на помойке. И никакой серьезный человек им руку не подаст. Ни в Америке, ни в Англии. В Англии Танью, хабатников запретили в главной синагоге Англии. Ее в 2008 году главная синагога Англии запретила основополагающий труд Хабада. Танью, вот Хабад Любалыч, их основополагающий изологический манифест был запрещен в Англии. Пусть его запретят в России. И пусть они откажутся от человеческих животных приношений. Пусть будет реформированный иудаизм. То есть преобразование, вот этот переход к квантовому скачку, он должен, конечно же, произойти в том числе через реформацию иудаизма. Я считаю, что без реформации иудаизма, без изменения сознания тех же Ротшильдов, это не у них же сейчас ресурсы все. Вы понимаете, денежные, материальные ресурсы. Россия – это колония, на самом деле, вот этой группы казахских банкиров. У них в голове должна произойти вот эта революция. И она у них должна будет произойти. Должна будет произойти. Она произойдет. Что мы можем делать? Неизбежно. Ну вот, что мы можем делать? Мы можем вести идеологическую борьбу. Мы можем вот просто так вот сказать в прямом эфире. Сохнуть.